Взгляд России нужна массовая жилищная кооперация Л. Россия нужна массовая жилищная кооперация 22 октября 2019 года 13.6 фото, Роман Пименов, ТАСС Собственное жилье одно из ключевых звеньев, потянув за которое можно вытянуть всю цепь стабильного экономического развития в регионах Ипотека решения скорее для мегаполисов Оптимальный же вариант для провинции жилищная кооперация Систематически, по делам науки и бизнеса Посещаю буквально все субъекты Российской Федерации И вижу, что во многих регионах не изжита массовая миграция в крупные города Особенно миграция молодежи Несмотря на то, что создаются новые производственные площадки Происходит рост заказов для имеющихся как в промышленности, так и в сельском хозяйстве Вымывание населения из восточных регионов страны Из регионов европейской части России продолжается Одна из важнейших причин нерешенность квартирного вопроса Собственное комфортное жилье это своего рода якорь Удерживающий человека на той или иной территории Создающий условия для образования семьи Рождение детей Мотивирующий на рост дохода Во-первых, рабочие места в регионах Даже в дотационных сейчас, как правило, имеются о чем косвенно свидетельствуют Расширяющиеся миграции в стран Средней Азии Массовое привлечение китайской рабочей силы Во-вторых, это создает факторы привлекательности для инвесторов Рассматривающих возможности для открытия новых производств Квалифицированная рабочая сила Люди без вредных привычек Ключевой фактор для них Постоянные работники, в отличие от вахтовых рабочих Трудятся более эффективно, ведь они заинтересованы зарабатывать Чтобы содержать свои семьи Вахтовые рабочие плохое Краткосрочное решение Может быть в отдельных случаях выгодно инвесторам Но точно не выгодно региональным властям Завтра конъюнктура рынка изменится Завод закроется и в налогооблагаемой базе Субъекта Федерации и Муниципалитета образуется дыра В-третьих, зарабатывать в современных условиях можно Не только в качестве наемного работника В цифровую эпоху можно вести бизнес Не выходя из дома Согласно макроэкономической теории Основа экономического развития Производственный потенциал В том числе и рабочая сила Именно потенциал формирует спрос в том смысле Что создает условия для его удовлетворения Комфортные условия жизни людей В том числе и качественное жилье Создают основу для формирования этого потенциала Как решается жилищный вопрос в провинции Есть программы строительства жилья в регионах В рамках расселения ветхого и аварийного жилого фондов То есть люди в лучшем случае переселяются Из маленьких советских квартирок в такие же маленькие Но в новых домах это не решение жилищной проблемы Коммерческого жилья строится мало потому Что на него нет спроса А спроса нет потому Что доходов недостаточно Чтобы купить квартиру При том, что в провинции Большая комфортная квартира стоит в среднем Около 3,5 миллиона рублей Государство пытается решить эту проблему Например, дальневосточная 2% ипотека Направлена именно на это Но программа пока не начата Она касается только нескольких субъектов Федерации А что делать в остальных? Ипотечный способ финансирования покупки жилья Во многих случаях не годится Ипотека на порядок увеличивает стоимость квартиры Для покупателя за счет высокого банковского процента и страховки Безусловно, есть примеры льготирования И частичного финансирования банковского процента Но они довольно редки К тому же ипотеку многие сограждане брать опасаются Нет уверенности в доходах будущих лет А если заемщик не справится с платежами Он останется и без квартиры И без уже внесенных для погашения ипотечного кредита денег Нужно иметь в виду Что ипотечный кредит может получить далеко не каждый В числе стоп-факторов для банков Незначительный срок работы на одном месте Что характерно для только окончивших вузы Недостаточный размер официальной заработной платы Частая смена мест работы Что также характерно для молодежи Ищущие оптимальное место работы Негативные моменты в кредитной истории Которые могут возникать при нестабильности доходов Ипотека решения скорее для мегаполисов Оптимальный вариант для провинции Жилищная кооперация Более экономная, мягкая форма финансирования покупки жилья Речь идет, по сути, о покупке квартиры в складчину Нет ни банковского процента, ни платы за страховку Как в случае с покупкой в ипотеку Дополнительные затраты в ЖК связаны только со вступительными членскими взносами Но это менее 1% от стоимости кооператива Минус по сравнению с ипотекой состоит в том Что квартиру гражданин получает не сразу Он должен подождать в очереди В крупных кооперативах она, как правило, не более года Обычно около 9 месяцев Но время ожидания оправдано с финансовой точки зрения тем Что квартира приобретается без ипотечной наценки К тому же кооператив не проверяет пайщика Он проводит профессиональную проверку и оценку квартиры Она находится в собственности кооператива До момента полного расчета с ним пайщика Но он может прописаться в ней и жить с момента приобретения квартиры в его интересах Если пайщик передумал или не может платить Он выходит из кооператива Но кооператив при этом полностью возвращает ему внесенные паевые средства Гарантии возврата служит возможность продажи квартиры Которая приобреталась в интересах пайщика Россия нужна массовая жилищная кооперация При поддержке федеральных, региональных и местных властей В Германии жилищными кооперативами приобретается 10% квартир В России этот параметр может быть даже превзойден Собственное жилье одно из ключевых звеньев Потянув за которое можно вытянуть всю цепь стабильного экономического развития в регионах